А вчера вот взял, зашел в летний лук и удивился, молоко 60 рублей. Качество не сказать бы, чтобы хорошее было. И цены по бюджету бьют. По данным Оренстата, еще в январе литр пастеризованного молока стоил от 56 до 75 рублей. Творог – 360 рублей за килограмм. Сметана – 230 рублей за килограмм. Координатор проекта «Народный контроль» Елена Афанасова рассказала, что мониторинг цен проводится каждую неделю в сетевых магазинах и шаговой доступности от домов. В том числе и на молочные товары. Информацию о подорожании подтверждает и считает, что одной из главных причин является внедрение обязательной маркировки на молочную продукцию. И, соответственно, закупка специальных сканеров. Заметили повышение цен на 0,7%. То есть сейчас уже есть. То есть если средняя цена на данный момент, уже с учетом повышения у нас на пастеризованное молоко, 3,2% жирности, где-то примерно 56 рублей, и на стерилизованное 72 рубля, тоже такой же жирности. Это повышение оправдано. Оправдано тем, что это зимний период. Это расходы увеличиваются, затраты точнее на топливо, это затраты на электроэнергию. В связи с этим это подорожание есть. В начале недели федеральные СМИ сообщили о скором подорожании молочной продукции, ссылаясь на крупные бренды, такие как Danone, Valium, почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства. По информации Орендей, местные производители не видят особых причин на повышение своей продукции и считают, что ценник увеличивают сами продавцы, сети, магазины и переработчики. По нашим опросам, оренбуржцы поддерживают в основном оренбургских производителей и неприятно удивлены повышению цен. Хотя и понимают, что сырье дорожает, и производители вынуждены идти на этот шаг. То, что повышают все цены, это естественно плохо. А самое плохое, то, что естественность молока падает и падает. Мне бы хотелось, что где-то рублей 25. Отрицательно, конечно. У меня дома кот живет. Потребитель молока. Ташлинское молоко, его молокозавод Ташлинского нашего, по-моему, 3,2 65 рублей, 2,5 61 рублей. Ну, это большой скачок, большой удар. Мы в день берем, допустим, на семью две пачки молока в неделю, то есть, если посчитать, сколько денег уходит. Ну, как бы отрицательно. Адекватная по нашим ценам плюс доход, ну, где-то, ну, 40 рублей, думаю. Ну, в связи с тем, что цены поднимаются, а население также продолжает жить худо-бедно, я считаю, это вообще как бы не... Ну, неправильно, нецелесообразно. Просто народ загоняет в угол. Вот. Люди экономят просто на всем. Ко всем повышениям, конечно, не очень. Что хорошего-то? Но предлагаю так, как пенсионерка, чтобы уберечься от холестерина, мы молоко разбавляем пополам с водой. Пенсионерам чем меньше, тем лучше. Ну, хотя бы 35 рублей. По словам координатора народного контроля Елены Афанасовой, федеральный Минсельхоз связывает повышение цен также с инфляцией. Отметим, что фаз грубых и резких нарушений пока не выявил. А в Минсельхозе Оренбургской области обещают прокомментировать подорожание молочной продукции в ближайшее время. Елена Кудаева, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ.